После вечернего богослужения в прощённое воскресенье начинается Четыридесятница, или Великий пост, самый главный и строгий в церковном календаре. Это путь к светлому празднику Великой Пасхи, через который верующему нужно пройти и держать себя в строгости, телесной и духовной. Смысл поста даже не в том, что мы не едим мясо, это молочные продукты, а смысл поста в том, что в человеке происходит некое изменение, такое покаяние. Поэтому он называется Великим постом, покаянным постом таким. И когда человек начинает осознавать за время поста, что на самом деле, что я человек недостойный, что много грехов у меня, но, Господи, Твоей силой, Твоей благодатью помоги мне справиться за время этого поста. В Новом Завете говорится, сам Христос после своего крещения 40 дней постился, отказываясь от всякой пищи. Сегодня верующие, подобно Иисусу, перед Пасхой ограничивают себя в еде, прежде всего, животного происхождения – мясе, яйцах и молочных продуктах. Вопросы пищи – это не главное. Главное – это состояние души человека. Он должен в это время проявлять благотворительность, проявлять к людям любовь, уважать людей. Вот это одно из самых главных. Если кто-то может себе отказать в этом, во всём, в еде, то, значит, так тому и быть, так, значит, его организм так требует. Если кто-то не может, мне кажется, ничего страшного, главное, чтобы ты духовно в эти дни, и вообще даже, не в эти только дни, а вообще всегда был на высоте. Если пища будет обычной, но человек будет более добр, к другим более милостивый, и, наверное, если мир в душе будет у человека, наверное, это будет более такой, больше подвиг человека. Пост – это очень хорошее дело. Во-первых, ощущение должно быть не только там, пищу там, но и духовно надо себя держать в определенных рамках. Первая и последняя неделя поста – самые строгие. Некоторые православные придерживаются полного воздержания от пищи. Для неподготовленного человека это может быть опасно, предупреждают медики. Возрастает риск вирусных заболеваний и обострение болезней желудочно-кишечного тракта. Если поститься всё же решили, нужно начать с отказа от жирных продуктов – мяса, колбасы, конфет, майонеза. И только потом – от яиц и молока. При этом нужно обязательно восполнять потребность в питательных веществах и витаминах, употреблять орехи, бобовые и свежие овощи. Однако, как утверждают священнослужители, просто ограничить себя в еде недостаточно. Главная цель Великого поста – стать лучше. Например, отказавшись от вредных привычек или поборов свою злость, зависть или гнев.